Наша жизнь многогранная, нередко события в ней удостоены отдельного места в истории. Так и поступили создатели этих фильмов, когда адаптировали непростые судьбы в кинематограф. Согласитесь, в этом есть свой шарм, смотреть картину, зная, что прототипами ее героев являются невымышленные персонажи, а реальные люди, прожившие все события в реальности, без повторных дублей. Мы собрали для вас как раз такие фильмы, сценарием для которых стала сама жизнь. Этот числивчик с экрана только что выиграл тысячу рублей за свой комментарий, и я перевел ему эти деньги на карту. Хочешь выиграть тоже? Тогда напиши про свой любимый фильм, основанный на реальных событиях. Результаты в следующем видео. Приятного просмотра. Основано на реальных событиях. «Глубоководный горизонт». Фильм основан на событиях, произошедших 20 апреля 2010 года в Мексиканском заливе. Там взорвалась нефтедобывающая платформа под названием «Глубоководный горизонт», принадлежавшая компании «Трансоушен». В результате взрыва погибли 11 человек. Эта техногенная катастрофа стала крупнейшей по негативному влиянию на экологию нашей планеты. Из-за разлива нефти было загрязнено 1770 километров побережья, а официальные данные о количестве погибших животных насчитывают более 6000 особей. В центре сюжета судьба Майка Уильямса, главного по электрике в компании «Трансоушен», а также его подчиненных. В этой картине показано, как убеждение и характер одного человека повлияли на судьбы всех людей, находившихся в тот роковой день на буровой платформе. Зодиак Детектив основан на событиях, развивавшихся в Северной Калифорнии и Сан-Франциско в конце 60-х годов прошлого века. В центре внимания серийный убийца под псевдонимом Зодиак, взявший на себя ответственность за 37 убийств, из которых правоохранительные органы США подтвердили только 7. Зодиак стал известен после серии писем, которые он оставлял в редакции местных газет. В письмах автор писал криптограммы с информацией о себе, но специалистам удалось расшифровать всего лишь одно послание. Преступник так и не был пойман. Алло, здорово. Здорово, сынок. Ты знал, что только что вышел один из самых амбициозных проектов 2019 года, и он изменит все? Слушай, нет, не знал. А ты что, вообще давно в игры-то играешь? И что это за игра вообще? Подробнее. Да увидел в ролике Николая Соболева про него, подумал нормальную тему и скачал. Называется Raid Shadow Legends. Знаешь, что я скажу тебе, сынок? Мне потрясающая сюжетная история, классная 3D графика и более 400 героев для коллекционок и их улучшений. Для продолжателей ты уже сам скачаешь. Ха, шучу. Батя, конечно знаю я эту игру, я в неё уже сам играю. А, да? Ну ладно, пока тогда. Не хворай, этап. Дамы и господа, представляю вам Raid Shadow Legends. Посмотрите, какой уровень детализации у этих чемпионов. Только за последние 6 месяцев Raid скачали уже больше 10 миллионов людей по всему миру. И главное, игра абсолютно бесплатная. Мой любимчик это Хромовник, потому что он похож на тамплиера. Кто играл в Assassin's Creed, тот поймёт. А ещё я обожаю играть против людей, а не против ботов, а это как раз онлайн игра. Я думаю, что игра вышла на славу, но вы не должны верить мне на славу. Поэтому просто посмотрите на это количество отзывов. 300 тысяч. Просто вдумайтесь в эту цифру. И у Raid почти идеальная оценка. Игра набирает пушечные обороты. Вы только посмотрите на огромный план обновлений, который планируется на эти полгода. С таким обширным контентом у вас совершенно не будет времени скучать. Вас ждут новые фракции, командные сражения на арене и даже новый клановый босс, с которым вы сможете сразиться вместе со своими товарищами по клану. Ну и бонус для моих людей. Обязательно качай игру по моим ссылкам, и тогда ты получишь 50 тысяч серебряных монет, а также эпического чемпиона для всех новых игроков в качестве бонуса. Удачи! Я уже жду тебя в рейде. Мой ник Кокерев ТВ. Добавляйся. Поиграем вместе. Спускаемся в подвал, где дверь открылась сама. Дай знак, что хочешь войти с нами в контакт. Ничего. Заклятие. Основой сюжета художественного фильма стал случай из практики американских исследователей паранормальных явлений Эда и Лорен Уорренов. Именно их в 1971 году пригласил в свой дом отец семейства Пэронов. Как заявили Пэроны, они уже долго находятся под постоянным гнетом мертвых душ, которые жили в их доме в Рот-Айленде. И ведь действительно, славная ферма, поместье Арнольда, построенная в далеком 17 веке, хранила в себе множество тайн. Здесь на протяжении многих лет были зафиксированы десятки загадочных смертей. Люди, обосновавшиеся на ферме, умирали в результате несчастных случаев, в том числе и самоубийств. Виновницы всех этих трагедий окрестили Батшебу Шерман, женщину, которая, по словам соседей, продала душу дьяволу, принеся в жертву соседского ребенка. Батшеба умерла в преклонном возрасте от пролича, природу которого врачи так и не смогли понять. В медицинском отчете, сохранившемся с тех лет, говорится, что тело женщины в момент смерти стало твердым, как камень. Этот факт только укоренил легенду о том, что Батшеба была ведьмой. Смотри, что она заставила меня сделать. Альфа-дог В сюжет криминальной драмы легли трагические события, произошедшие в 2000 году в Лос-Анджелесе. Там наркоторговец и преступник Джесси Джеймс Голливуд похитил и убил младшего брата своего школьного друга Бенджамина Марковица. Причиной расправы стал денежный долг. Однако похищение 15-летнего подростка Николаса Марковица можно было назвать нетипичным. Ведь парень уже в первый день влился в компанию своих обидчиков. Его угощали алкоголем и наркотиками, предоставив почти полную свободу действий. Следствие подтвердило, что во время своего заточения Николас даже завязал романтические отношения с одной из девушек группы, 17-летний Джанин. По процессу Николаса Марковица проходили 42 свидетеля, которые хорошо знали, что парень был похищен. Однако никто из них не сообщил о пленнике в полицию, так как поведение Марковица не давало понять, что его держат в неволе. Американское преступление Фильм основан на реальных событиях конца 60-х. Гертруда Бонежевски, казалось бы, самая обыкновенная домработница, держит в заточении в подвале своего дома и истязает самыми изощренными способами девушку-тинейджера, так как оплата за содержание Севильи не поступила вовремя. Спустя три месяца быток Севиля скончалось. Смерть несовершеннолетней получила широкий резонанс в Америке, а этот случай был назван худшим преступлением против человека в истории Индианы. Карл Аллен явился на службу. Я не солдат Норман. Я устраиваю вечеринку у себя дома. Мы родом из спорты! Я не хочу. Всегда говори да. Тут много рассказывать не требуется. Комедия с Джимом Керри в главной роли основана на автобиографии писателя из Великобритании Дэнни Уоллеса. В 25-летнем возрасте Дэнни провел необычный эксперимент, решив отказаться на год от слова «нет». Далласский клуб покупателей. Драма основана на событиях 1992 года, описанных Далласской ежедневной газетой. В центре внимания больной спидом электрик Рон Вудроф. Рон основал общество «Далласский клуб покупателей», целью которого был поиск и распространение лекарств для больных спидом. В конце 20-го века это заболевание было мало изучено и практически не поддавалось лечению, ведь сам синдром был впервые описан лишь в 1981 году. Непростая жизнь Вудрофа и стала основой для создания фильма. Кстати, главную роль в фильме сыграл Мэтью МакКонахи, за что был удостоен премии «Оскар». «Здесь. Выпишите мне его». «К сожалению, так просто это не делается, мистер Вудроф. Куда вы уходите?» «Из Мексики можно приволочь лекарств получше, чем местные штатовские. Протеин абсолютно не токсичный». Подмена. Фильм описывает события 1928 года, когда в Лос-Анджелесе произошла серия похищений и убийств маленьких мальчиков. Почти сто лет назад жертвами трагедии стали несколько семей, но широкую огласку получила история Кристин Коллинз. Сына Кристин похитили, а спустя некоторое время полиция нашла ребенка живым и здоровым. Семья воссоединилась, но это оказалось недостаточно. «Это не мой сын». Кристин заявила, что ей вернули не того ребенка. Власти города признали женщину помешавшейся, всячески отказываясь возобновлять поиски пропавшего. Это и побудило ее обратиться к журналистам. Резонансная история привела к разоблачению коррупции в департаменте полиции Лос-Анджелеса. «Что ты тут делаешь? Кто ты?» «Балто» «Балто» — единственный анимационный фильм в нашем списке. История о храбром ездовом «Псе», произошедшее в начале 1925 года, потрясла всю Америку. Тогда в небольшом поселке Ном на Аляске началась эпидемия дифтерии, которая могла полностью уничтожить население города. Необходимой сыворотки в местных больницах не было, а плохие метеоусловия делали невозможную ее доставку из других населенных пунктов. Было принято решение ввести вакцину на собачьих упряжках. В тысячекилометровый путь отправили 150 собак, в числе которых был пес Балто. Он считался слабым и медленным, однако именно упряжка под руководством Балто смогла преодолеть последние 84 километра без остановок. Тем самым эпидемия дифтерии была остановлена за пять дней. Собак признали героями США. Одни страдания. Пианист Исторический фильм от культового режиссера-продюсера Романа Полански рассказывает удивительную историю Владислава Шпильмана, одного из лучших пианистов Польши 30-х годов. Действие фильма охватывает период Второй мировой войны, когда вооруженные силы Третьего рейха захватили польскую территорию. Тогда Шпильману, евреи по национальности, удалось избежать концлагеря. Однако волею судьбы пианист оказывается под крышей своих противников, где неожиданно к нему на помощь приходит один из них. Экранизированная автобиография Владислава Шпильмана получила множество номинаций и наград, в том числе премию «Оскар» в 2003 году. Стоит отметить, что картина «Пианист» оценивается выше остальных фильмов Полански по версии сайта АМДБ. Список Шиндлера Фильм снят по книге Томаса Келлини «Ковчег Шиндлера». Автор из Австралии написал роман, находясь под впечатлением от воспоминаний еврейского мужчины, пережившего Холокост. Историческая драма рассказывает о немецком бизнесмене Оскаре Шиндлере, который, являясь членом национал-социалистической рабочей партии, Германии смог спасти от смерти более тысячи польских евреев. Картина получила множество наград, а также стала восьмой в списке 100 лучших американских фильмов. А какой из фильмов добавили бы вы в этот список? Напишите название или даже сразу несколько названий фильмов, которые бы вы посоветовали посмотреть людям. Ставьте лайк за мой труд, подписывайтесь на канал и жмите колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Ведь вам понравился этот ролик? Смотрите только хорошие фильмы, а я посмотрю плохие. Пока-пока! И еще говорят, что вы очень хорошие. Кто говорит? Все говорят. Я мог бы спасти еще больше. КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ